Дело 96 градусов. Леонид Луцкий. Курсор, Израиль. 6 августа 2018 года. Я потерял веру в людей. Отец Мирирегев, самый интеллигентный израильский министр культуры и спорта, подозревается в оптовой продаже фальшивой водки пшеничная. Мягкая и ароматная. Она производится только из натуральных ингредиентов. По старинной технологии является неизменной частью традиционного русского застолья. Чуть уловимый аромат цветущего разнотравья, запах душистого теплого хлеба, переборы русской гармошки, сельская свадьба. Так и вижу семейство Феликсей и Мерседес Сибани, выходцев из бывших владений Карфагена, за большим столом под пальмой, поющих подмосковные вечера. Не патриотично как-то, скажут квасные патриоты, но на складе в поселении Ахузом, принадлежащему Сибани и его партнеру, среди 1 500 бутылок поддельного алкоголя, не обнаружен отечественный Кеглевич и голод. Из-за большого содержания метанола в спиртном в Израиле в последнее время 6 человек умерли, десятки ослепли. Сибани был сначала арестован, затем отпущен под домашний арест, а сейчас его адвокат утверждает, что его клиент продолжает работать в обычном режиме. Понимай, клеит этикетки, и охотно сотрудничает со следствием. Его, де, обманули нечистоплотные поставщики спирта. Ну, не могли такого принципиального министра, как Мири Регев, вырастить на пьяные деньги от поленной водки. Я прочел и выпил за благополучный исход этого досадного недоразумения. Вот если бы фальшак гнал папаша депутата или министра из другой партии, мы бы получили дело 96 по числу градусов в питьевом спирте и громкий судебный процесс аккурат к выборам. Пошел и еще налил себе продукт на основе спирта Экстра, выработанного из отборного зерна и умягченной артизианской воды, прошедшей специальную очистку. Выпил за Давида Бетона, за Хаимака отца и его сына Яира, и Эхиэль и Арина Хазанов, за святое семейство, Биби, Сару и достигшего половой зрелости Яира Нетаньяхуи, не чокая с зеркалом, за безвременно ушедшую из Книсета и Инбаль Гавриализа и ее отца, дяди и брата, организаторов незаконных интернет-казино. На найме Блюменталь уже здоровья не хватило. Деньги от поленной водки – штука соблазнительная. Вот те фраеры из Минфина, которые в очередной раз подняли налоги на алкоголь, могли бы догадаться, что страну захлестнет невиданная ранее эпидемия подделок. Продажи паленки достигли гигантских масштабов. В бутылках под названием «блэквистки» содержание метанола было превышено в 366 раз, в водке – в 1300 раз, в араке – в 120 раз. Происхождение напитков является предметом расследования, так как они не имели необходимых сертификатов. Не утверждают, что все это было поставлено со склада Сабани. Но Минздрав говорит, что от 5% до 10% крепких напитков, продающихся на рынке, являются поддельными. Из-за этого драконовского налога находятся люди, которые заказывают алкоголь для дезинфекции или технических нужд. В этом случае налог намного ниже, а потом они разводят его, смешивают с алкоголем, предназначенным для питья, разливают по бутылкам с этикетками известных брендов и продают, в основном, через киоски и небольшие продуктовые магазинчики. Полиция недавно обнаружила целую фабрику в Кафр-бара, неподалеку от Кафр-косема. Там производили водку, виски, вино, отдельно было налажено производство этикеток, пробок и даже стаканов с эмблемами известных марок. Четверо подозреваемых были тогда задержаны бойцами МАГАФ. А Минздрав опубликовал предупреждение о 13 товарах, которые могли уже попасть на прилавки и оказаться поддельными, в их числе, водка пшеничная в разной таре, от 200 мл до 1 л, бренди фляжка, аракно сиха арак, водка Виннер. Помимо чрезвычайно токсичного метанола, подделки могут содержать также бруцин, вызывающий мышечные судороги и отказ почек. В напитках может быть и битрекс, он же динаториум бензонат. Его специально подмешивают в технический спирт, стремясь предотвратить его употребление чрезвычайно горьким вкусом. Тогда, чтобы приглушить горячь, в ход идут ароматизаторы и добавки. Особенно много поделок на юге страны, пострадавших часто привозят в больницу 40. Именно на юге промышляла и банда, отношения к которой отца министры выясняют следствие. Я с последствиями метилового спирта столкнулся в прошлой жизни. После института работал в ПТУ мастером производственного обучения и пристроил группу своих пацанов-сварщиков на завод «Кремний Полимер». Там очень хорошо платили практикантам, а нам, мастерам, шла солидная производственная премия. Вся огромная территория предприятия была опутана спиртопроводами, через забор ближе к обеду, перелезали работяги и по цвету трубы определяли, где этиловый, а где метиловый. Пилили ножовкой трубу и вожделенную жидкость, не мудрствуя лукаво, сливали в каску. Мерли слепли десятками, Каждое утро бригада сварщиков заделывала поврежденные трубы и находила трупы, преимущественно бомжей. Пацанов своих я забрал, когда учуял у одного характерный душок. И вот эта история с отцом министра тоже как-то попахивает. Впрочем, когда речь идет о высокопоставленных ликудниках или их родня, у нас не принято обобщать. А запах, он чем хорош, говаривал Жванецкий. Не нравится, отойди. Не стой во всем этом.